Здравствуйте, уважаемые зрители канала Про Цветок. С вами Анастасия Гулис. И сегодня хотелось бы мне с вами поделиться одним рецептом, который спасает меня в случае нежданных гостей. Вы наверняка слышали не раз такое выражение. Хороша закуска квашеной капусты. И на стол не стыдно, и съели не обидно. Так вот, сегодня бы я хотела вам рассказать, как я готовлю квашеную капусту, чтобы вам действительно не было стыдно за вашу квашеную капусту. Я знаю, что многие заготавливают квашеную капусту большими объемами и одновременно. Но, на мой взгляд, этот подход немножко, ну такой, не очень правильный. Я люблю, чтобы квашеная капуста всегда имела равномерно слабо кислый вкус. Рассол из нее можно было тоже использовать в пищу, поскольку в рассоле квашеной капусты содержится максимальное количество витамина С. и жалко выливать такой витаминный продукт. А когда капуста квашеная хранится слишком долго, этот рассол становится очень кислым. И, в принципе, он уже в пищу непригоден. И даже очень часто саму квашеную капусту приходится промывать, чтобы довести ее вкус до приемлемого состояния. Сейчас я вам расскажу, как я готовлю квашеную капусту. Но, прежде всего, мы должны выбрать правильный качан. Качаны квашеной капусты, качаны, которые мы используем для квашения капусты, должны быть плотными, очень плотными. Желательно, чтобы они были не очень зелеными, потому что в готовом продукте зеленая капуста придает самой квашеной капусте не очень красивый такой сероватый оттенок. Чем белее качан, тем более нарядная и красивая квашеная капустка у вас получится. Кроме того, когда вы обрываете листик с качана, должен быть слышен хруст. Вот этот хруст показывает нам, что качан подходящий. Он достаточно сочный, он должен быть очень плотный, очень тяжелый. Обычно я заготавливаю квашеную капусту в трехлитровых банках. На трехлитровую банку у меня уходит, как правило, от полутора до двух килограммов капусты, именно капусты самой. Я ее мелко шинкую и смешиваю с обычными ингредиентами, которые наверняка все хозяйки используют при приготовлении квашеной капусты. Это морковь, это семена тмина, либо укропа. Также я добавляю соль. И есть еще небольшой такой секретик. Это добавление сахара в конце процесса брожения. Тогда получается капуста более резкая, но в то же время не кислая. После того, как мы выбрали подходящий качан, приступаем к нарезке капусты. Многие хозяйки используют различные шинковки, кухонные комбайны. Но я придерживаюсь такого мнения, что в принципе лучше, чем своими ручками, ты это не сделаешь. И поскольку я делаю небольшое количество квашеной капусты за один приход, как правило, я заготавливаю одну-две банки для употребления в течение двух-трех недель. И мне этого количества достаточно обычно. То для меня не составляет труда накрошить один крупный качан капусты вручную при помощи ножа. Для приготовления одного качана капусты, одной банки капусты, нам понадобится приблизительно 100 граммов моркови. Ну, вообще, чтобы вы себе немножко представляли, чтобы не мучиться с весами. Обычно крупная морковь весит около 90-100 граммов. У меня мелкая морковка, две морковки, это приблизительно 100 граммов и есть. То есть на полтора-два килограмма капусты вам понадобится 100 граммов морковки, приблизительно. Не обязательно точно отмерять это количество. Чуть меньше, чуть больше на вкусе готового продукта это никак не скажется. После того, как мы нашинковали нашу капусту, мы ее складываем для того, чтобы смешать в большую кастрюлю. Мы добавляем соль и приправы. Классически в качестве приправы для квашеной капусты используются семена тмина. Я знаю, что не все любят эти семена. Их вкус кому-то покажется не очень правильным. Сама квашеная капуста, как и свежая капуста, обладает ветрогонным действием. То есть у вас может наблюдаться после употребления вздутие живота, некоторое бурчание в животе. И для того, чтобы уменьшить вот эти неприятные моменты, добавляются семена тмина, либо семена других растений семейства зонтичные. Укроп, кориандр – это все растения семейства зонтичные. Их семена имеют пряный приятный вкус. И они обладают таким свойством уменьшать вот этот ветрогонный эффект капусты. То есть добавление вот этих семян, оно не только улучшает вкус капусты квашеной, но и улучшает ее процесс употребления дальнейшего в пищу. Мне очень понравился такой момент. Впервые в прошлом году у меня так получилось. Это было не специально. Это произошло случайно. Я спутала семена стмина с семенами аниса. Вы знаете, это оказалось очень вкусно. Это оказалось неожиданно. Но дело в том, что сам по себе анис имеет очень специфический такой вкус. Анис сладковатый, приторный. Кому-то он напоминает вкус лекарства. В квашеной капусте этот вкус теряется. Остается только приятность, легкая сладковатость. Анис очень хорошо сочетается со вкусом квашеной капусты. Поэтому вы можете в небольшом количестве, поскольку делается всего одна банка за один приход, сделать, попробовать. Возможно, вам тоже понравится мой секретик. После того, как мы смешали наши продукты, это 1,5-2 килограмма капусты, 100 граммов моркови, 2 чайных ложки семян тмина, укропа, либо аниса, и 2 столовых ложки соли, мы начинаем плотно трамбовать их в баночку. Банка должна быть, естественно, заранее подготовлена. Чистая банка стеклянная. Я их промываю обычно просто с содой. Их не обязательно стерилизовать, поскольку у нас все равно будет происходить процесс брожения. Стерильности в этом случае нам не нужно абсолютно. После того, как мы наполнили нашу банку плотненько капусткой, заполняем мы ее по верху, по горлышку, но не до самого верха. То есть мы оставляем верхнюю часть свободной. Мы заливаем нашу капусту простой холодной водой. Ну, если в вашей местности хорошая водопроводная вода, без примеси железа, вы можете использовать просто холодную воду из-под крана. Я так и поступаю. Если вода требует фильтрации, можно использовать обычную питьевую воду. Важное условие, она должна быть холодная. То есть не кипяченая, не подогретая, просто холодная водичка. И заполняем ей водою нашу капусту до верха. Ставим капусту в теплое место приблизительно на 2-3 дня. Как правило, я делаю в четверг. И в субботу я заканчиваю приготовление капусты. Есть еще такая народная примета, что квасить капусту нужно в мужские дни. Что такое мужской день? Это день, название которого в русском языке имеет мужской род. Понедельник, вторник, четверг. Я не знаю, работает ли это примета, либо это просто совпадение. Но если я делаю квашеную капусту в эти дни, она всегда удается хорошей, вкусной, хрустящей и радующей не только взгляд, но и желудок. Попробуйте, может быть, вам тоже поможет этот совет. Квашеная капуста для того, чтобы правильно шел процесс брожения, чтобы она не получилась ни горькой, ни слишком кислой, не приобрела мягкость и неприятный запах, должна бродить при температуре в диапазоне от 18 до 23-24 градусов. Более низкая температура приводит к тому, что наша капуста идет по процессу не молочно-кислого, а масляно-кислого брожения, и она приобретает горький вкус такой и очень неприятный запах. Если температура слишком высокая, то у нас идет молочно-кислое брожение, которое затем превращается в уксусно-кислое брожение. И у нас капуста размягчается в процессе приготовления. Поэтому постарайтесь найти в своем доме такое место, где будет соблюдаться вот этот температурный режим, который я сказала, от 18 до 24 градусов тепла. Были в моей жизни случаи, когда капуста не удавалась. Как правило, это происходило, когда я пыталась ее готовить в слишком жаркую погоду, либо когда было не включено еще топление, в доме было холодно, и процесс приготовления тоже получался неправильным. Еще один важный момент – это та соль, которую мы используем для приготовления квашеной капусты. Вообще идеальной солью для квашения капусты является украинская каменная соль. Она имеет достаточную чистоту, то есть она имеет мало примесей минеральных, таких каменных самих, и она не содержит большого количества йода, то есть если она специально не иодированная. Но в последнее время, конечно, у нас есть проблемы с такой солью. Я использую белорусскую соль, крупную каменную, производство белорусскалий. Она, в принципе, тоже достаточно подходит для этой цели. Единственное, что она, конечно, немного более грязная, то есть в ней больше извести получается. Ни в коем случае не использовать для квашения капусту соль с добавлением йода или фтора. И йод, и фтор, они затормаживают процесс брожения, поскольку это вещества, которые являются в некотором роде антибиотиками. Они не дают работать молочно-кислым бактериям. И ваша капуста также может пойти по неправильному пути брожения. Вы получите совсем не тот продукт, который ожидали получить. После того, как наша капуста закончила предварительное брожение в течение двух-трех дней, нам необходимо добавить сахар. Некоторые считают, что это неправильно. Но я вам хочу сказать, что если мы добавляем сахар, у нас получается более плотная капустка, она не размягчается так сильно. Я добавляю не очень много. Как правило, это 100 граммов сахара, это 3 столовых ложки. Это то количество сахара, которое нам необходимо добавить. Перед тем, как добавлять сахар, капусту необходимо обдавить. Поскольку идет процесс брожения, выделяется большое количество углекислого газа, капуста подымается. Кстати, обратите внимание, прежде чем ставить капусту в тепло, обязательно поместите баночку в какую-то емкость, в ведерко, в мисочку, потому что при брожении рассол подымается и немножко вытекает из банки. Просто ставьте капусту в емкости, которую легко потом помыть. Обжали, обдавили хорошо вздувшийся рассол и капусту, досыпали сахара и накрываем крышечкой. Вот в этот момент я обычно использую верхнюю крышку от сметанки, вставляю ее в банку так, чтобы она не давала самой капусте при брожении подыматься выше, поскольку брожение все равно будет продолжаться, но не такое интенсивное уже. И выделяться углекислый газ все-таки будет. То есть капуста будет работать, будет подыматься. И сверху я уже накрываю в этот момент плотной крышкой, которая такая вот для длительного хранения. После того, как мы добавили сахар, квашеную капусту мы убираем в холодильник, либо в погреб, либо в кладовку, то есть в место, где у вас поддерживается невысокая плюсовая температура, около плюс 5, плюс 10 градусов. В принципе, где-то через неделю хранения вы можете попробовать эту квашеную капусту. Я надеюсь, что вам понравится мой рецепт, и вы не раз им воспользуетесь еще в своей жизни. С вами была Анастасия Гулис на канале Процветок. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова